Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Не случайно мы в своей работе буквально с первого дня провозгласили ряд принципов. Смысл, главный из этих принципов – житель всегда прав. Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением. У нас всего котельных в округе 81. Все, слава богу, работают. Владимир Ружицкий провел работу котельной на Комсомольском проспекте. Расписание, безусловно, изменилось в соответствии с санитарными правилами. Школы округа перешли на дистанционное обучение. Мы добились к чему шли. Еще все впереди, дальше больше. В Люберцах прошли финальные бои турнира по боксу среди девушек. А теперь подробнее об этих и других новостях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он озвучил значимые достижения 2021 года и рассказал о ближайших планах развития Подмосковья. Подробности в материале моих коллег. «Власть для человека» – такое название дал своему юбилейному десятому обращению губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своем выступлении глава региона неоднократно отмечал необходимость взаимодействия властей с жителями. Не случайно мы в своей работе буквально с первого дня провозгласили ряд принципов. Смысл главный из этих принципов – житель всегда прав. Здесь прежде всего подразумевается то, что власть, муниципальное, региональное, учреждение в этой парадигме должна сделать все, чтобы уделить внимание, помочь. Все льготы и социальные выплаты, которые получали жители Подмосковья в 2021 году, сохранят и в этом году. На эти цели в бюджете региона заложено более 80 миллиардов рублей. Кроме того, в 2022 году вступят в силу новые меры социальной поддержки. Старшее поколение в зоне нашего постоянного внимания. Вы знаете, что президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. Мы со своей стороны должны позаботиться о тем, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тысячи человек и доплату мы им сделаем до 17 тысяч рублей. Еще одна категория граждан, которая всегда в поле зрения властей – семьи с детьми. На их поддержку из регионального бюджета выделено 35 миллиардов рублей. В настоящее время в Подмосковье действует 20 льгот для семей с детьми. Чем сейчас занимается наш социальный блок? Он занимается тем, чтобы все эти 20 льгот каждая семья могла получать или проактивно, как говорит наш президент, не заморачиваясь, извините за простоту речи, со справками, прикреплениями, хождениями то в одну, то в другую, то в другой учреждений. В 2021 году Подмосковье заняло первое место в России по развитию малого и среднего бизнеса. Несмотря на пандемию коронавируса, в регионе стартовало 450 инвестиционных проектов. Это говорит о том, что Подмосковье привлекательно для бизнеса. Кстати, хочу сказать, что 36% оборота регионального обеспечивает 30% малого бизнеса. Я здесь хочу обратиться еще раз персонально к главу муниципалитета. И об этом написал в ответе на ваш отчет. Поиск резидентов, поиск новых компаний для нас является приоритетной задачей. Здравоохранение – еще одна тема, на которую Андрей Воробьев обратил особое внимание. Наряду с открытием новых больниц и поликлиник в 2022 году в Подмосковье увеличат мощности службы региональной скорой медицинской помощи. Среди приоритетных задач – модернизация медицинского оборудования. Мы работаем над тем, чтобы вся эта работа была реализована заметно в большом объеме в этом году. Мы 100 единиц тяжелой техники покупаем. И, соответственно, в ближайшие, как я уже сказал, годы полностью уйти от безнадежно устаревшего оборудования. Для того, чтобы привлекать высококвалифицированных врачей, в Подмосковье действует несколько программ. Если медработник приезжает из другого региона, то аренда за жилье в размере 20 тысяч покрывает государство. Кроме того, врачам выдают земельные участки под строительство домов. В этом году вступят в силу новые меры поддержки. Есть программа «Приведи друга». Если врач приглашает в Московскую область, то он получает соответствующую выплату. Это выплата в размере 30-50 тысяч рублей. Мирило развитие страны и качество жизни – это образование. За ближайшие три года власти Подмосковья планируют построить более 100 школ и 100 детских садов. С 1 января всем учителям и воспитателям подняли зарплаты на 5 тысяч рублей, а младшим воспитателям на 2,5 тысячи рублей. Я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение, особенно тем школам. Их у нас, слава богу, абсолютное большинство, ну или большинство точно, которые находятся в зеленой зоне. В своем обращении губернатор упомянул и люберцы. На территории городского округа реализуется несколько дорожных масштабных проектов. Реконструкция Октябрьского проспекта и участка трассы М5 «Урал» в обхода поселка Октябрьский. Проектирование и строительство дублера Егорьевского шоссе, а также строительство автомобильной трассы Лыткарина-Томилина-Красково-Железнодорожной. Без взаимодействия с правительством, без поддержки президента страны и без конкретной поддержки губернатора области на территории муниципалитета особо ничего не сделаешь. Поэтому, если мы говорим про решение «Урал-5», то это было решение президента России. А если мы говорим об Октябрьском проспекте или дублера Егорьевского шоссе, то это было решение губернатора области, потому что это все стоит больших денег. Глава региона не оставил без внимания и вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством и экологией. Рассматривая каждую тему, губернатор Московской области дал своим коллегам ряд поручений. При этом подчеркнул важность командной работы в тесном сотрудничестве с жителями. Луиса Игия, Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главы муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. На минувшие недели в Люберецкую полицию поступило 1800 обращений от граждан. По 28 стражей порядка возбудили уголовные дела. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 26 преступлений. Было очень много ДТП, 276 ДТП с двумя пострадавшими в связи с снегопадами. Но сотрудники ГИБДД продолжают работать по данному вопросу. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 6 пожаров. По одному в Лыткарине и Котельниках, два в Держинском и два в городском округе Люберцы. Происшествие вблизи дома 123-5 на Октябрьском проспекте стало причиной гибели человека. На стоянке горел автомобиль ВАЗ по всей площади. Внутри автомобиля находился человек. К сожалению, мужчина погиб. Личности причины смерти устанавливались. Безаварийно работала система ЖКХ. В нештатных отключений электричества, отопления и водоснабжения на территории округа не было. На прошлой неделе стартовали плановые работы по замене лифтов. В этом году в 12 МКД обновят 37 подъемников. На данный момент уже реализуются три лифта в трех домах. Это Митрофаново-18, Митрофаново-20 и Южное-13. Экстренная служба 112 и учреждения здравоохранения работают в усиленном режиме. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. За один день поступает более трех тысяч вызовов. Справляться с нагрузкой помогают врачи узких специальностей и медики-волонтеры. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий дал своим коллегам поручение держать этот вопрос под особым контролем. Луиза Иеги Азарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел работу котельной на Комсомольском проспекте. Ее мощностей хватает лишь на небольшой жилой фонд на северной стороне города из-за специфических особенностей МКД. Как котельная справляется со своей задачей в разгар зимы, расскажут мои коллеги. Эту котельную построили 38 лет назад. Тогда вокруг нее еще не было такой плотной застройки. Тепловая мощность составляла 7 гикокалорий в час. Постепенно с появлением жилых домов котельная совершенствовалась позади два этапа масштабной реконструкции. Последняя была в 2016 году. Мы вышли с 7,2 гик на сегодняшнюю позицию 19,2 гики. Присоединенные 16,2 гики. То есть у нас еще две гики в запасе. Ну, две гики – это примерно девятиэтажка четырехподъездная. В настоящее время котельная обслуживает пять домов на улице Инициативная и один детский сад. Обогреть многоквартирные высотки технически сложно. Но благодаря современному оборудованию тепло и горячая вода поступает до 25 этажа. У нас всего котельных в округе 81. Все, слава богу, работают. Понятно, я всем своим коллегам говорю, что мы от аварии не застрахованы. Но мы желательно должны их предвидеть. А если происходит, то жители не должны замечать. Котельная и округа функционируют в штатном режиме благодаря профилактической работе, проведенной летом. В частности, на этом объекте перед началом зимы провели ревизию оборудования, чистку теплообменников и техническую проверку приборов. Сейчас, в разгар отопительного сезона, здесь дежурят два оператора, аппаратчик-химики, слесарь. Аварийно-диспетчерская служба на страже 24 на 7. Владимир Ружицкий проинспектировал качество уборки придомовых территорий. Вместе с представителями управляющей компании «Содействие» он проведал работу коммунальных служб в микрорайоне птицефабрика. Подробнее в нашем сюжете. В борьбе со снегом и наледью принимают участие около 900 дворников. В первую очередь коммунальные службы уделяют внимание тротуарам уборки снега и наледью около подъездов из крыш жилых домов. Мы ставим задачу, чтобы не было снега или этот снег укатан, утрамбован. Жители очень много вопросов задают и по детским площадкам, и по игровым площадкам, потому что они тоже должны быть в порядке. Мы понуждаем управляющие компании, дорожников, чтобы территории содержались, как мы говорим, в нормативном состоянии. В обслуживании управляющей компании «Содействие» более 300 многоквартирных домов. Уборку территории производят ежедневно, но жалобы все равно поступают. Снегу много, ходить невозможно. А если поскребут, то только лед один. Ну, здесь тропиночки протоптаны, прочищены. Нельзя скользящее что-то посыпать, потому что очень скользко. Управляющая компания не оставляет без внимания ни одно обращение жителей. Выполнение работ отслеживается. Связываемся с каждым заявителем по каждой жалобе. Выходим, инспектируем, обследуем, передаем в работу. Стараемся максимально жертвовать сроки, все обращения закрывать. Жители тоже могут помочь коммунальным службам. Если на время уборки переставить автомобиль из двора или обочины дороги, территорию от снега очистят намного быстрее. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сотрудники администрации городского округа Люберцы и представители административно-пассажирской инспекции провели профилактический рейд. Они проверили исправность терминалов, принимающих социальные карты и соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Подробности далее. Добрый день. Административно-пассажирская инспекция, четвертый управление Ваджуковского. Проверка терминалов. Пронесите терминалов? Здравствуйте. В руках у инспектора несколько видов карточек для оплаты проезда. Каждая из них прошла по терминалу. Напоследок сотрудник административно-пассажирской инспекции проверил, принимают ли на этом маршруте социальную карту. С ней тоже проблем не оказалось. Спасибо. Хорошего дня. Случаев, когда водители отказываются принимать социальные карты, становится все меньше. Положительную динамику отмечают жители, которые регулярно передвигаются на общественном транспорте. Когда только начиналось, нет, они принимали, но оговаривали, так скажем. Сейчас нормально все. Некоторые социальные карты почему-то не проходят. То есть, если они не проходят, соответственно, водитель не может взять. И нормальные водители, понимая, что человек имеет социальные карты, они просто не берут с него деньги. Если в такой ситуации водитель поведет себя иначе, ему грозит штраф. Если в прошлом году он составлял 2000 рублей, то с 1 января он вырос до 5000 рублей. Переложить ответственность на руководителя транспортной компании в этом случае не получится. Водитель, когда выходит на рейс, он должен проверять исправность терминала. То есть, если он выезжает с неисправным терминалом, это его вина. Должен обратиться к своему руководству, чтобы эту неисправность устранили. Бесплатный проезд на коммерческих маршрутах ввели с 1 августа прошлого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В городском округе Люберца эта мера поддержки пользуется высоким спросом. Всё работает постоянно. Социальные карты принимаем. Где-то даже больше 30, где-то. По-разному. Вчера человек 50, наверное, было. Соблюдение новых правил перевозки на особом контроле. Если водители отказываются принимать социальные карты и требуют оплатить проезд, пассажир может сообщить об этом, написав в социальной сети главы городского округа Люберца или позвонив по номерам, указанным на экране. Производственная компания «Стальпрокат» на российском рынке четверть века. Это один из лидеров металлосервисной отрасли страны. Глава округа Владимир Ружицкий посетил в Томилине предприятие и пообщался с коллективом. Подробнее в нашем следующем сюжете. Основной вид деятельности компании – переработка листового проката из рулонов в листы и ленту. 400 тонн отгрузки готовой продукции в день. Первые 10 лет предприятие занималось металлоторговлей. Теперь все силы сосредоточены на производственной деятельности. Мы больше и больше уходим в переработку металлопроката, делая для наших заказчиков изделия. Покупаем рулонную сталь. Идёт поставка в железнодорожных вагонах. Рулоны устанавливаются на производительной линии. Сырьё и материалы в ходе производственного процесса превращаются в готовый продукт. Житель Короскова Виктор Пыльнев на предприятии работает год. Он отслеживает возможные дефекты и предупреждает о наличии брака. Полная настройка линии, контроль качества, контроль габаритов, размеров. Дальше уже к клиенту упаковывается и увозится. Листовой металлопрокат используют во многих отраслях промышленности. Основные заказчики предприятия – это машиностроительные заводы, производители лифтового оборудования и бытовой техники. Они сегодня создали производство, где работает порядка 300 человек. Я пообщался с рабочими. Рабочие получают заработную плату. Кто-то 80, кто-то 100, потому что оплата сдельная. Эта продукция крайне востребована. Она находится в некой технологической цепочке сложных машиностроительных заводов. И можно только пожелать, чтобы это предприятие дальше развивалось. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 11 школ городского округа Люберцы закрыты из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди учащихся. Чтобы не отставать от учебной программы, дети занимаются дистанционно. Как проходят будни педагогов и школьников, расскажут мои коллеги. Здравствуйте, ребятки. Подключаемся потихонечку. Несмотря на то, что школа закрыта на карантин, учитель начальных классов Белла Ширинян на своем рабочем месте. На столе все необходимое для дистанционного общения с детьми. По расписанию 4-го А урок математики. Мы работаем на учи.ру, Яндекс.Учебник. Детям удобно. В Скайсмарте мы в тетради у нас есть. Они выполняют там задания, и мне очень удобно проверять, видеть их оценки и баллы, сколько они баллов набрали. У меня класс очень ответственный, поэтому они все задания выполняют. В таком режиме 27-я школа работает с 28 января. На тот момент число заболевших детей достигло почти 40%. И школьники, и педагоги оперативно перестроились на дистанционный формат обучения. Помог опыт 2020 года. Расписание, безусловно, изменилось в соответствии с санитарными правилами. Время проведения онлайн-уроков сокращены. В начальной школе это 15 минут, в средней школе это 25 минут и основная школа 20 минут. Пустые коридоры и классы наполняются детьми 7 февраля, пока в школе готовятся к очной встрече. Проводят генеральную уборку и обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами. Все вот это, что мы сейчас переживаем, оно проходит. Я надеюсь, это говорят медики, ученые с этим омикроном. И я думаю, что мы приведем все в какое-то соответствие, и ребята будут заниматься очно с учителем. Всего в городском округе Люберцы полностью закрыты 11 школ, а 24 частично перевели на дистанционное обучение. На карантине и дошкольные учреждения из-за вспышки коронавирусной инфекции более 2,5 тысяч малышей не посещают детские сады. Хореографический ансамбль России городского округа Люберцы стал обладателем звания «Заслуженный коллектив народного творчества». В ансамбле 35 парней и девушек. Это люди разного возраста и профессий, но одно их объединяет точно. Они общаются на языке танца. Большинство артистов народного коллектива – выпускники Люберецкой детской хореографической школы. Одни учатся в высших учебных заведениях, другие уже работают. Но их трудовая деятельность далеко не всегда связана с творчеством. Слабость и головная боль. Слабость и головная боль. У медицинского брата Виктора Кивериса за сутки было более 20 вызовов. Рабочая смена подошла к концу. Чтобы немного перевести дух и эмоционально абстрагироваться от работы, несколько дней в неделю он обязательно посещает хореографию. Тяжело удается совмещать, но я же получаю от этого удовольствие. И я без этого не могу. Ансамбль «Россия» – это семья. Анастасия Рувинская работает техником-смотрителем в одной из управляющих компаний Подмосковья. Лестничные клетки убраны, лифты работают, график уборки подъездов на новый месяц обновлен. На сегодня работа закончена. Но домой Настя не торопится. Ее ждут на репетиции. Я с детства ходила в детскую хореографическую школу. Меня мама в три года отвела. И вот на первом, наверное, концерте, когда я ансамбль «Россия» на сцене увидела, я влюбилась в них. Они там взрослые мальчики, девочки, даже дяденьки, тетеньки. Я на них равнялась, всегда хотела к ним присоединиться, с ними танцевать. Ну, это неотъемлемая часть жизни, потому что благодаря школе и благодаря ансамблю у меня вообще есть друзья. В Народном хореографическом ансамбле «Россия» Насте выступает 10 лет, Виктор Киверес – 9. Руководитель коллектива Александра Шмелева уверена – случайных людей тут нет. Танец, который они любят с детства. Всю жизнь ты должен поддерживать мышцы в тонусе, ты должен поддерживать форму. А в сегодняшний день ансамбль – это выпускники хореографической школы, которая тоже уже с 93-го года существует. До этого просто приходили люди и учились танцевать. Никакой подготовки особой не было. В репертуаре ансамбля более 30 танцев народов России и мира. Коллектив получил высокую оценку жюри на фестивалях в Англии, Болгарии, Германии, Франции и других зарубежных странах. А в этом году ансамблю «Россия» исполняется 60 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Всероссийские соревнования по боксу среди девушек завершились в Люберцах. Организаторами турнира выступили Министерство спорта России и Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак». О том, как прошли состязания, расскажут мои коллеги. За победу поборолись 145 спортсменок из 27 регионов России. В некоторых весовых категориях среди участниц соревнований победители и призеры первенств Европы. Всем девушкам хочу пожелать удачи. Конечно, вы все сильнейшие, но сегодня этот ринг оставит лучшую спортсменку, которая поедет на первенство России и защитит наше общество «Спартак». Последний день соревнований. Зрителей на трибунах еще больше, чем на открытии. И это неудивительно. Ведь в финале каждый бой – как произведение бойцовского искусства. В весовой категории до 48 килограммов в главном поединке сошлись Дарья Калачева из Подмосковья и москвичка Надежда Ермилова. Если в первом раунде бой шел примерно на равных, то в последующих инициативой завладела Дарья. Мы добились к чему шли, еще все впереди, дальше больше. Спасибо, хочу сказать своему тренеру, если бы не вот эта работа, взаимопонимание друг за другом. И вот мы сейчас будем готовиться к России. Соревнования получились очень высокого уровня. Несмотря на все неурядицы, которые сейчас проходят и в стране, и в мире, это и ситуация с коронавирусом и прочая международная напряженность. Федерация бокса России, Люберецкая федерация, спортивное общество «Спартак» продолжает готовить истинных патриотов страны, продолжает готовить спортивный резерв наших сборных. В напряженных поединках боксеры проявили свое мастерство, волю к победе и спортивный характер. По результатам турнира будут сформированы сборные команды. Сильнейшие спортсменки выступят за «Спартак» на всероссийских соревнованиях. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова